Ислам Абдуганиш, пожалуйста, вам слово, президент Республики Узбекистан. Уважаемый председатель, уважаемый глава государства, мне доставляет большое удовлетворение приветствовать глав государства СНГ высказать слова искренней признательности президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко за теплые приемы гостеприимства. Наша встреча, как здесь уже отмечалась, проходит в условиях быстро меняющейся международной обстановки, растущей геополитической напряженности и политического противостояния, продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса, который пока не видно, когда он закончится или начнет спадать, радикализации и активизации религиозного фанатизма, обострении конфликтной ситуации в нашем ближнем и дальнем окружении. Разумеется, нас не могут не тревожить масштабы расползающего насилия, реальных угроз терроризма, экстремизма, наркотрафика, агрессивные призывы некоторых, я бы сказал, потерявших над собой контроль политиков и политиканов, особенно по телевизионным каналам, почувствующих себя вдруг хозяевами положения, еще более обострить ситуацию и довести возникшее противоборство в отдельных странах до кровавой бойни. Каким трагическим последствиям может привести недооценка складывающейся тревожной ситуации, нетрудно себе представить. Пример братоубийственной войны в Афганистане, которая продолжается около 35 лет. Подумать только. 35 лет идет война. Привела только к миллионам человеческих жертв, беженцам, опять же миллионам, полному разрушению экономики страны и разрухи. Выросло новое поколение, которое ничего не может сегодня, кроме того, чтобы держать и использовать оружие. Хотя изначально было известно, что на примере истории Афганистана эту страну трудно завоевать. Мы все эти примеры как бы пропустили через себя. Что военного решения афганской проблемы нет. Мы, как близкие соседи Афганистана, сегодня абсолютно убеждены, что только скорейшее завершение процессов формирования нового правительства Афганистана, где были бы представлены основные противоборствующие этно-религиозные, политические силы, может проложить дорогу к снижению уровня нестабильности, ликвидации нищеты, восстановить разрушенную экономику, обеспечить мир и спокойствие в стране. Что касается решения украинской проблемы, по нашему убеждению, только отказ от применения силовых методов как способа разрешения всех возникающих проблем, только использования политических средств, базирующихся на фундаментальных нормах международного права и устава ООН, только безусловное выполнение сторонами, не на словах, а на деле, минских договоренностей по прекращению огня и перемирию, могут сформировать, я бы сказал, необходимые только условия для переговорного процесса по достижению мира в Украине. Большому сожалению, к серьезным политическим вопросам, которые предусматриваются, и без них не обойтись, в переговорных процессах еще просто не приступали. Еще один вопрос, имеющий непосредственное отношение к сегодняшней встрече глав государства СНГ. Буквально два дня назад стало известно, и это стало распространяться, как новость номер один, что на нашей встрече будет участвовать президент Украины господин Порошенко. Однако уже вчера вечером стало известно, что господин Порошенко навстречу не приедет, что его планы изменились. На наш взгляд, с таким решением очень трудно согласиться. Вот уже год, как проблема противостояния в Украине стала одной из самых актуальных злободневных проблем современности, которая обсуждается в мире, в том числе на постсоветском пространстве. И, кстати, через телевидение, даже в самых отдаленных наших районах, кишлогах, прекрасно осведомлены, что происходит в Украине. И в таких условиях нет людей безразличных. Практически все люди достаточно осведомлены о том, что случилось, из чего началось все это все. И, естественно, ждут, когда же это абсолютно неестественное противостояние между противоборствами и сторонами, чем закончится, и как можно должно скорее закончиться. Давайте зададимся вопросом, кто из нас, руководителей государств СНГ, лицом к лицу встречался с господином Порошенко? Только единицы. За истекшее время он побывал практически во многих странах Европы, особенно Брюсселе и других странах. Не будем говорить о каких. Однако использовать сегодняшнюю возможность посетить и поучаствовать на заседании очередного саммита СНГ, кстати, он продолжает, Украина и товарищ господин Порошенко в составе еще СНГ находятся. И создается впечатление, что он, наверное, раздваивается явно и никак не может дать себе отчет на пользу ему выход из СНГ или не на пользу. И самое главное, если бы он сегодня выступил здесь, это только создало бы для нас можно немножко помолчать? Только создало бы для нас еще большую ясность с разрешением украинской проблемы. Но, к большому сожалению, этого не случилось. Уважаемые друзья, председатель нашего собрания Александр Григорьевич, заключая свое выступление, подчеркнув, что настало время откровенно обсудить перспективы дальнейшего развития СНГ. Для нас очевидна значимость СНГ. Наша объективная заинтересованность в наращивании, взаимовыгодном, многопланово сотрудничество со всеми нашими партнерами на основе учета интересов друг друга. В Содружестве мы видим структуру, которая предоставляет широкую возможность для поддержания прямого международного диалога, обсуждения насущных вопросов решения споров и разногласий между государственными участниками с учетом созданной достаточно крепкой договорной правовой базой, кстати, действующей правовой базой, наработанных инструментов и механизмов взаимодействия. СНГ служит площадкой для выработки взаимопримемлемых подходов, скоординированных практических мер по содействию устойчивому развитию наших стран, активному использованию имеющегося потенциала в сфере торгово-экономического сотрудничества, своевременному упреждению противодействию нейтрализации террористической экстремистской деятельности и, что особенно важно, взаимному общению граждан на постсоветском пространстве. Сегодня немало стран, которые могут сегодня представить, что мы вообще можем дальше существовать без того общения, которое создала нам договорная база СНГ. Ну, если даже Грузия и то считает, что в свое время они допустили серьезную ошибку. Обеспечение устойчивого развития на пространстве СНГ в первую очередь зависит от нас самих, от государства дружества. Я имею в виду готовность находить общий язык со своими близкими и дальними соседями, эффективно проводить продуманную социально-экономическую политику, обеспечивать достойный уровень жизни для населения, консолизировать свое общество вокруг созидательных задач. Достижение этих целевых установок, создание максимально благоприятных условий для расширения взаимной торговли и инвестиций между нашими странами во многом будет способствовать формированию и скорейший запуск полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ основаны на принципах не ухудшающих действующих между странами торговый режим. И сегодня я с огромным удовлетворением услышал предложение Владимира Владимировича Путина о том, что давно уже настало время запускать этот режим как наиболее привлекательной модель для того, чтобы наши отношения стали крепче. Это единственная экономическая модель, которая может сблизить наши народы и раз навсегда решить такие вопросы, которые мы зря придаем значение и они являются предметом очень серьезных торгов. Пользуясь этой возможности я хотел бы еще раз заявить, что мы не видим каких-то препятствий для деятельности СНГ с учетом одновременного формирования на постсоветском пространстве других интеграционных объединений. Ну, в частности, речь идет о Еврос, и здесь мы не видим каких-то проблем, которые бы были предметом обсуждения. Вместе с тем, считаем, важно, чтобы каждое из этих межгосударственных объединений, в частности, СНГ, как базовое, в общем-то, образование, на базе которого создается Еврос, не мешало бы об этом подумать, на какой базе создается Еврос. Каждое этих межгосударственных объединений стоило свою работу самостоятельно, имело собственную повестку дня, концепцию долгосрочную программу развития, не подменяя и не повторяя друг друга. Если эти условия не будут соблюдаться, трудно рассчитывать на их согласованную деятельность. Ну, в этом плане, я считаю, что сегодняшнее обсуждение этих вопросов, связанных СНГ, еще раз подчеркивает, что зря мы как бы не обращаем внимания на эти вопросы, я и прошлый раз, находясь именно здесь, в этом зале, в этом месте, я подчеркивал, что вот таким образом рассчитывать, что дальше эти процессы будут продолжаться, и мы будем на дежурное заседание сами-то ходить, ездить сюда или другие страны. Я считаю, что это только пиар и не более. Поэтому я присоединяюсь к мнению многих наших коллег, которые считают, что с этими вопросами, особенно перспективами СНГ, надо серьезно разобраться. Спасибо. Ислам Абдуганевич Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова